Приветствую вас в очередном модуле видеокурса анимация с нуля в adobe h-animate меня зовут федор васильев и давайте начнем урок в этом уроке я хочу предложить вам научиться делать вот такую раскраску у нас имеется некий персонаж кликнув по какой-то части тела а потом кликнув по представленному цвету вы видите у нашего медведя меняется морда да например захотели изменить носик кликаем по носику меняется цвет носика да можно поменять штаны это подойдет например сделать детский сайт анимированный детский сайт например медведя сделать как всего белым и тут написать какой нибудь текст окрасть имя там например медведя в любой цвет или что-то в таком духе вот если вам этот материал интересен давайте рассмотрим как это реализовать для этого вам понадобится программа adobe illustrator скачайте установить ее если еще этого не сделали просто в этом уроке мы интегрируем вот этого медведя он формате svg то есть он имеет множество слоев руки там например на одном слое ноги на другом и так далее и вот этот svg файл мы интегрируем с нашей adobe h аниме и так переходим в программу иллюстратор и так я открыл программу иллюстратор сам я ей пользоваться не умею но разобравшись чуть-чуть только для того чтобы вот создать этот урок потому что я считаю это интересная возможность сделать вот такую вот как бы раскраску персонажи для вашего сайта до иллюстратора если вы не знаете да здесь как бы можно свободно рисовать да по сути наш медведь он нарисованный да это векторная графика вот но в сети очень много векторных персонажей если у вас есть опыт в иллюстраторе можете конечно рисовать что-то свое или как найти векторную графику в интернете до переходите в google и в поиске вот смотрите скачать векторную графику находите какой-то сайт ищите что вам интересно скачиваете для своих каких-то проектов но в данном проекте мы рассмотрим медведя вот я скачал тоже пак векторной графики у него расширение .eps можно два раза кликнуть по этому файлу либо просто перетащить вы его в иллюстратор и окей вот смотрите если вы хотите например его прям в таком же виде чтобы он был на сайте как моем примере то оставляем и вот так а если вы хотите например те части которые будут окрашены чтобы они изначально были как бы белый да то вот что мы делаем вот у вас вот здесь внизу должна быть вот такая вот панель я просто сюда вынес вот она называется слои найдите вот здесь вот слои также в дополнительных материалах вы найдете все необходимое этого медведя и так далее когда вы зайдете в слои рядом вот background будет вот такой вот треугольничек это значит что он имеет внутренние слои и если есть еще кликаем еще и вот еще тут под слои есть так далее например вы если вы хотите сделать окрашен окрашенные части изначально чтобы по умолчанию они были белыми вот давайте например сделаем белую лапу находим лапу тут есть когти и лапа вот смотрите выделяю лапу так чтобы у нее не было рядом треугольничка значит у него нет больше вложенных слоев напротив есть кругляшок кликаем по нему вот чтобы был как у меня обращаем внимание на нашего медведя сейчас лапа у нас выделено теперь смотрим в левую часть сайта вот здесь здесь серый цвет то есть этот цвет его лапы до кликаем два раза по этому квадрату с цветом тянем кружок до белого и окей и по умолчанию лапа будет белая соответственно вы находите здесь все части тела которые хотите чтобы были управляем и чтобы их можно было окрашивать и делайте например их белого цвета по сути здесь любой элемент можно сделать чтобы в итоге он был окрашен но например я бы не сделал чтобы вот ногти можно было красить это мелкий предмет по нему неудобно нужно будет очень точно попасть мышкой чтобы была возможность его окрашивать то есть тут так устроено сначала нужно кликнуть на часть нашего персонажа а потом только кликнуть по какому-то цвету до чтобы окрасить ее теперь что нам нужно здесь сделать ключевой момент чтобы у нас все заработало нам нужно придать этой свгшки интерактивность то есть тут нужно каждой детали вот например лапе приписать маленький кусочек кода если вы хотите чтобы эта деталь могла менять цвет да посмотрите я уже выделил лапу опять же выделение именно не вот по слою не по лапе а а именно смотрите кликаем по кружочку вот напротив нашей лапы вот именно по кружочку дальше идем окно интерактивность sg кликаем по ней появится окно и вот в этом поле вставляем вот такой вот маленький кусочек кода этот код будет в дополнительных материалах а потом нажимаем enter закрываем окно все мы придали лапе медведя интерактивность теперь она будет управляться уже когда мы перенесем вот этого медведя в engine animate там дальше продолжим работу и эта часть тела будет прекрасно менять цвет но давайте дальше следующие лапы да видим что у лапы есть вложенный слоев кликаем по треугольничку вот наша следующая лапа если мы кликаем по кружочку видим здесь она у нас выделилась будьте внимательны здесь чтобы условия не было треугольничка то есть если вы кликните например вот так вот выделите весь слой то есть не раскрыв его и назначите интерактивность не это не сработает обязательно ту часть которую вы хотите сделать интерактивный то есть чтобы менялся цвет вы должны раскрыть слой выделить тот фрагмент который делаете интерактивным и только потом окно и интерактивность sg понятно да давайте лапу уделяем окно интерактивность и enter так дальше задний фон он воде снизу вот этот вот такой нежный розовый до за ним то есть видите он не имеет слоев то есть также прямо по нему вот здесь вот кликаем и та же самая операция то по сути ничего сложного просто надо быть внимательным потом круг под ним видите как будто тень его также все это можно сделать интерактивным и так далее думаю здесь уже все понятно пробегитесь поменяйте цвет там где вы хотите чтобы он был интерактивным например вот видно штаны если много элементов и вы не видите здесь вот в маленьких картиночках что за что отвечает по глазику кликайте и смотрите что здесь отключается видно вот здесь что я отключаю штаны дальше вот этот кружочек красный на штанах вот он отключается если вы его тоже делаете все то же самое кружочек и окно и интерактивность свежей когда вы здесь закончили работу идем файл сохранить как в здесь выпадающем списке выбираем сведе ставим здесь галочку и здесь даем какое-то название мы его все равно переименуем в программе adobe h-animate и потом нажимаем сохранить когда ваш персонаж вы подготовили открываем программу adobe h-animate я создаю новый слой новый проект у меня он 800 на 600 сцену нашу также делаем уже знакомые наш нам действия немножко убавляем переносим сюда наш svg файл папки с уроком как я уже говорил заходите в проект и можете зайти в images и взять его прямо отсюда вот это 888 это наш мишка а вот этот вот где двоечки там у нас персонаж врач то есть просто я сделал два примера как бы человека и животное и перетаскиваем просто нашу программу сразу давайте пропишем код без нашего кода ничего не будет работать в дополнительных материалах откройте composition ready выделите весь текст убедитесь в том что вы полностью выделили копировать идем на наш стейдж холст для вас это уже действие знакомо поэтому здесь я внимательно не останавливаюсь и composition ready вставляем наш код и пока закрываем сразу же нам здесь понадобится библиотека идем в scripts с диска выбираем также прямо из папки проекта в папочке gs можете взять на нашу библиотеку jQuery все мы ее добавили смотрите теперь нашу мишку вот здесь вот нужно переименовать идем в проект и у него название вот такое вот превью почему такое потому что в нашем стейдж он прописан вот здесь вот как превью то есть соответственно если вы здесь напишите какое то английское слово другое то и здесь нашим свг мишки нужно будет поменять слово я оставляю как у меня дальше в примере нам нужно сделать палитру цветов да это обычный эллипс кстати их можно здесь сделать гораздо больше не 8 а вообще сколько угодно сколько вам нужно просто мы сейчас пропишем пока столько как в примере и на каждый эллипс нужно будет повесить маленький кусочек кода давайте пока это сделаем я делаю эллипс даю ему рамку рамку я делаю белый и соответственно сразу же можно ему поменять какой то цвет у нас это все дело находится на такой вот панельки там у нас можно сделать какой то градиент без рамки берем наш эллипс и уже знакомое действие мы клонируем наш эллипс не будут делать 8 вот тут здесь все понятно сделаю 6 выделяю следующий меняют цвет то есть я выбираю произвольный цвет каждому эллипсу тот цвет который я хочу чтобы можно было назначить части тела персонажа да то есть здесь не как бы без ограничений берете любой оттенок который вы только хотите и соответственно как я уже говорил неограниченную вот эту палитру можно сделать и желтый например так теперь все наши эллипсы выделяем либо так либо вот здесь правой кнопкой и группировать в один элемент раскрываем группу заходим в папку с уроком открываем другой файл с кодом будет вот такие там три строчки выделяем все аккуратненько это мы будем назначать к нашей палитре вот смотрите у нас есть тут шесть эллипсов выделяем например первый и напротив как у стейча вот здесь вот в скобочках кликаем по середине да и выбираем клик клик просто вставляем здесь все здесь ничего не надо менять ничего больше делать и абсолютно такой же код мы ставим каждому нашему эллипсу то есть каждый наш нашему цвету чтобы это у нас все заработало то есть вы помните да я выбираю клик это значит что действие будет происходить по клику делаю для других так так у всех вроде прописал и давайте контур энтер посмотрим что у нас получилось у нас все прекрасно получилось давайте кликаем на какую-то часть тела нашего персонажа и кликаем по цвету другую вот таким вот образом теперь вы это сможете вставить как в качестве баннера например то есть где-то это использовать в баннере то есть как баннер размещать на сайт вы уже умеете после прохождения моих первых уроков это можно вставить и в шапку сайта то есть по аналогии баннера да или сделать сайт какой-то анимированный в программе Adobe H Animate и это будет где-то на странице например как делать сайт уже это будет в следующих уроках вот таким вот образом у нас все получилось так же я подготовил проект 2 здесь все то же самое абсолютно вот сейчас я в браузере открыл просто для разнообразия все то же самое я думаю здесь не стоит мне пробегаться так же я скачал просто свг закинул ее в иллюстратор также прописал к элементам кусочек кода тем элементам которые я хочу чтобы были и интерактивные и у нас то есть вот такой вот человечек думаю здесь подробно останавливаться не стоит у нас тут все то же самое надеюсь у вас все получится урок был для вас полезным увидимся в следующем увидимся в следующем субтитры